Я готовлю вкусные ужины для всей семьи на 4 дня всего за полтора часа. Правильно планирую меню, правильно сохраняю блюдо и моя семья ест свежую домашнюю еду, а я при этом не стою каждый день у плиты. Ужины будут разными, из мяса, курицы и овощей. Подбираю блюдо таким образом, чтобы можно было совместить процесс приготовления. Заранее отвариваю побольше риса, а пока готовится рис, обжариваю курицу. Нарезаю морковь и добавляю к половине отварного риса. Добавляю зеленый горошек, чеснок и все хорошо перемешиваю. На рис выложить обжаренную курицу и полить бульоном. Отправляем рис с курицей в духовку и можно заняться следующим блюдом. Лук мелко нарезать и обжарить на той же сковороде, где готовилась курица. Половину обжаренного лука добавляем в фарш, туда же добавляем соль, перец и замоченный в молоке батон. Все хорошо перемешиваем, формируем тефтели и обжариваем их на сковороде. Отдельно нарезаем шпинат и обжариваем его вместе с чесноком на той же сковороде, где жарились тефтели. Вливаем сливки, сверху выкладываем тефтели и немного тушим. В контейнер выкладываем оставшиеся риса, сверху добавляем тефтели с соусом. Такой ужин можно заморозить или оставить в холодильнике на 2-3 дня. Далее нужно отварить макароны, я их тоже беру немного с запасом. На сковороде обжариваю вторую часть фарша и добавляю оставшийся лук. Добавить томатную пасту, специи и все еще раз перемешать. Всыпаем половину отварных макарон, перемешиваем и второй ужин готов. А из оставшихся макарон я готовлю салат. Добавить к макаронам редис, огурцы и помидоры. Всыпать творог. Добавляем зелень, заправку и все хорошо перемешиваем. Салат готов, его можно хранить в холодильнике в течение 3 дней. Приготовленную курицу с рисом я замораживаю прямо в форме. Утром убираю на нижнюю полку холодильника, останется только разогреть. В описании к видео вы найдете ссылки на подробные пошаговые рецепты всех блюд. И приглашение на бесплатный вебинар о том, как готовить всего 1 раз в неделю на всю семью. Загляните в описание, подарки вас ждут.